В структуру и содержание единого государственного экзамена по русскому языку в 2022 году внесут изменения. Серьезных преобразований ЕГЭ пока не предвидится, однако ряд существенных поправок будут. Что поменяется, разбиралась моя коллега Ольга Русул. До выпускных экзаменов еще более полугода, но 11-классница Елизавета Панова уже занялась подготовкой вплотную. Будущую профессию девушка пока не выбрала на 100%, но определилась с направлением, в котором хочет получать дальнейшие знания. А для этого ей необходимо сдать единый государственный экзамен по русскому языку, математике, информатике и обществознанию. Все говорят, что ЕГЭ по русскому языку немного усложнилось, и вот из-за чего я и стала брать курсы, потому что, правда, когда открыла пробник первый, я немножко напугала, напугали меня все задания, и я решила, что лучше немножко перестраховаться. Елизавета к экзаменам по русскому готовится в школе с учителем. Кроме того, занимается на онлайн-уроках. Если бы что-то изменили в ЕГЭ и в правилах русского языка мечтает выпускница, то пусть это будут исключения из правил. Я бы убрала исключения, потому что их очень много, довольно-таки, исключений. И я просто... у меня более технический склад ума, и если есть правила, то я действую по правилам. И вот эти исключения меня немного пугают. Напомню, что ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей. В первой части 26 заданий. Вторая часть — сочинение. Задача экспертов, которые проверяют сочинение, и сделать это максимально объективно. Как выглядит единый государственный экзамен по русскому языку? Первое задание — это текст. И к нему даны три задания. Четвертое и пятое, чтобы выполнить задание, ребята должны знать основные паронимы. Для этого опубликован словарь паронимов на сайте ФИПИ и словарь орфоэпических норм. Шестое задание проверяет лексические нормы, седьмое — грамматико-морфологические, восьмое — грамматические нормы. С девятого по пятнадцатое задания эти задания проверяют умение выполнять орфографический анализ текста. С 16 по 21 задания умение выполнять пунктационный анализ. С 22 по 26 комплексная работа с текстом и 27 сочинение. За первую часть можно получить 33 балла, за вторую – 25, за всю работу – 58. На весь экзамен отводится 3,5 часа. Что касается изменений… Во-первых, все задания этого года будут базового характера. Это очень важно, это большое изменение. Кроме того, раньше за 16-е задание ребята получали 2 балла, а теперь 1 балл. Ну и таким образом первичный балл изменился с 59 баллов до 58. В целом, характеристики сохранены, отмечает методист. Увеличили материал для проверки умения производить пунктационный анализ в 19-м задании. Исключено задание, где требовалось сжимать текст. Это объективно, потому что в ОГЭ, это экзамен девятиклассников, там уже есть такое задание, где они должны написать сжатое изложение. Кроме того, изменены формулировка, оценивание задания номер 16 и расширен спектр языкового материала в задании номер 19. Кроме того, количество первичных баллов понижено с 59 до 58. Уточнили критерии и оценочные баллы сочинения 70-150 слов. Расширили спектр возможных заданий в 16-м номере, где требуется раскрытие скобок в предложениях. Существенных изменений в ЕГЭ 2020 года по русскому языку нет. Если подготовиться, то экзамен пройдет успешно, уверена Ольга Бароненко.